В Андижане сдан в эксплуатацию филиал Республиканского научно-практического центра скорой медицинской помощи. Свыше 300 операторов могут одновременно обслуживать здесь 60 телефонных звонков. Кроме того, налаженная система Callback. Надира Закирова узнавала детали. В соответствии с постановлением главы государства о совершенствовании системы оказания населению скорой медицинской помощи, было принято решение о создании республиканского центра скорой медицинской помощи и 14 его региональных филиалов на базе службы скорой медицинской помощи и медицинских автохозяйств. В этом плане первой отличилась Андижанская область. Наш кол-центр это один из первых в республике. Здесь первое, что мы сделали, это обеспечили службу АД-диспетчера. То есть на данный момент, так как мы перешли на цифровой режим, АД-диспетчеры принимают все вызовы в цифровом формате, обрабатывают их и передают по всей области. АД-диспетчер работает по всей области и за счет этого сокращается время передачи вызова. То есть уменьшается время задержек и больным оказывается своевременная медицинская помощь. В кол-центре задействовано 380 операторов. Одновременно он может обслуживать 60 телефонных звонков. Примечательно, что вся работа налажена в электронной системе, то есть новое здание предлагает новые возможности. И еще очень важно оперативное реагирование на вызовы пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, чтобы добраться до них в считанные минуты. Именно они играют важную роль в дальнейшем оказании им помощи, в связи с чем налажена и система коллбэк. Налажена служба коллбэк, то есть это мониторинг уже поступивших вызовов. После определенного времени, после вызова, то есть бывает повторный звонок больного, интересуемся его здоровьем, интересуемся его самочувствием и в то же время качеством оказанной медицинской помощи. Во-первых, это нужно для того, чтобы улучшить качество медицинской помощи, знать те минусы, которые были допущены в работе и их устранить. Кроме этого, сейчас у нас на все машины по области установлены GPS-трекеры, которые обеспечивают нам точную информацию о местном нахождении машины и самой ближайшей бригады к месту вызова или к месту происшествия, что тоже очень сильно сокращает время доезда скорой помощи до места происшествия или до больного. Эффективное использование IT превращает всю систему в уникальную и прогрессивную, что и является главной целью центра. Ведь это, в свою очередь, положительно отражается как на комфорте, так и на здоровье человека.